Приключения знаменитой литературной троицы. Дяди Фёдора, Псашарика и Катама Троскина, несмотря на время, довольно часто становятся источником вдохновения для мастеров кисти и тех, кто хочет создавать что-то новое и интересное. Так случилось и в истории Паши Сацуты, воспитанника детского развивающего центра Аленка. Любимые главы из книги воплотились в 11 эскизов, которые спустя полгода стали иллюстрациями к знаменитой книге в новой интерпретации. Эта картинка к главе хмель цветет. Корова танцует, Печкин что-то рассказывает и, конечно же, хмель. История этого проекта начиналась, как и многие другие, довольно банально. Паша сильно заболел и долго не посещал занятия в центре. Но руки юного художника то и дело просили творчества. Тогда мальчик создал свой первый эскиз на картоне с помощью обычного пластилина. Работа так бы и осталась одной из, если бы не мама Паши, которая передала эскиз педагогу Алене Поробкович. Именно она и вдохновила мальчика на работу над своим первым творческим проектом – созданием рукотворных иллюстраций к книге, которые позже были оцифрованы и стали самостоятельным изданием. Это интересно. Если я за что-то взялся, я никогда не откладываю это на потом. Я обязательно должен это доделать. И творчество – это для каждого. Просто некоторые не думают о нем, а я думаю. Самое быстрое, которое я делаю работу – это вот это вот. Сразу быстренько фон, сам вот этот указатель, и начал буквы выводить. Временем у меня занялось, по-моему, три или четыре дня. Способности юного художника Павла Сацуты Алена Сергеевна отметила с первых занятий. Не по-детски серьезный, мальчик с особым усердием создавал каждую из своих работ. Поэтому, когда мама Паши принесла педагогу первый эскиз, то сомнений не было. С этой инициативой начинающий мастер кисти справится. Он стал себя хорошо проявлять и в проектах по аппликации, большие коллажи у нас были, и в пластилине. И это, видимо, у него в голове такой резонанс нашло, что он и дома приходит и это делает. То есть он очень много читает, он любознательный парень. И в своих чтениях он видит картинку в образе и ее рисует. Но, естественно, что когда ты это видишь, ты не можешь оставить это без внимания, потому что молодец. Проект, состоящий из 11 объемных рисунков к знаменитой книге Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот», вышел свет как самостоятельное издание. Сегодня Паша уже планирует новую инициативу. А пока нет конкретной концепции, совершенствует свои навыки в рисовании. Хочу, когда Алена Сергеевна уже закончит книгу аппликации, которую мы делали в прошлом году, когда она это уже добьет. И подумаем еще над какой-нибудь книгой, может, детективской какой. У меня тоже есть такая, она большая, интересная. «Лапы вверх» называется. «В ней много таких вот разделов, не помню, их там, наверное, пять, про животных, про кота и собаку, которые разгадывают интересное преступление». Книга пока издана ограниченным тиражом. Однако, как только она появится в большем количестве, то пополнит коллекцию одной из библиотек областного центра. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».